Спасибо большое, коллеги. Мое второе выступление связано с тем, что помимо конкурса, про который я вчера рассказывал, мы совместно с коллегами из открытой мобильной платформы инициировали такую историю, как создание образовательных программ, ориентированных прежде всего на стажах, школьников, студентов, младших курсов. Этот диапазон достаточно гибкий. Наш опыт показывает, что в зависимости от уровня аудитории, в принципе, старшие школьники могут быть и сильнее студентов младших курсов. И в целом это достаточно… из сферок, в которой достаточно мотивации, можно самостоятельно много чего изучать. Некоторым толчком к запуску этих курсов стало развитие операционной системы Aurora, но про это, наверное, Кирилл после меня расскажет поподробнее. В целом, я думаю, что тут коллеги уже столько дней нам все показывают. Но помимо этого, то, что я рассказывал вчера, когда мы в первый раз провели конкурс Open Source, стало понятно, что на самом деле критически не хватает каких-то адаптированных для образовательных программ материалов. Вот вчера коллеги тоже про это много говорили, что на самом деле материал для педагога, для учителя, это совсем не то же самое, что мануал, который вы просто берете как пользователь и читаете. Это по-другому поданный материал, с другими акцентами, с насыщенными примерами и так далее. Поэтому, в общем, задача разработки таких программ стоит. Она в том числе важна для развития некоторой среды вокруг того конкурса, который мы запускаем. Вот схема, она есть в книжечке, можно ее там, наверное, посмотреть получше, что-то здесь не очень четко выводится, которую мы с коллегами, вот с Кириллом тоже, который будет после меня выступать, в итоге собрали. Такая немножечко с претензией на довольно широкий охват тематик, связанных с разработкой систем на базе свободного программного обеспечения с использованием открытых библиотек и в целом современных стандартов. Здесь есть несколько разных линий, потому что мы предполагаем, что вообще так и есть, когда мы берем кружки и дополнительные занятия, например, по околопрограммистским всяким тематикам, то там вполне выделяется группа молодых людей, которым интересен больше дизайнерский аспект, работа с фронтом и так далее. Выделяется группа людей, которым интересны железки и работа с встраиваемыми устройствами, и так далее. Поэтому вот этот параллелизм, он предполагает, что в конечном счете, когда мы, например, на второй, на третий год обучения в рамках кружков получаем команду, собранную из ребят, имеющих разный опыт и определенный стэк, то мы можем делать совершенно полноценные проекты, сопоставимые со взрослыми, потому что они уже достаточно интересные разные линии освоили. Вот в рамках этой схемы. Еще эта схема нам была важна, потому что мы понимали, что разработка программ, никакая программа не может охватить все. И поэтому нам было важно выстроить в какой-то логике, чтобы мы предполагали, что участники, которые заходят в эту программу, в соответствующий блок, они имеют определенные уже основания, которые каким-то еще образом у них сформированы, например, таким же программами или другими программами. И это позволяет нам не класть все в один курс. Например, курс по объектно-ориентированному программированию, где ребята изучают все плюс-плюс, очевидно, является таким обязательным для входа в библиотеку КУТ, которая затем уже углубляет это на примере конкретной работы с созданием интерфейсов и логики мобильных приложений. Вот серым цветом выделены те программы, которые мы сейчас пустили в разработку. И мы надеемся, что дальше мы будем расширять эту матрицу в сторону новых программ. Значит, вот в качестве примера. Одно из программ, которая сейчас разрабатывается. Вот здесь есть Артем Веснин. Где-то он тут был. Вот он рукой руку поднимает. Кому интересно, это один из наших коллег, разработчик как раз вот этого курса. Это коллектив у нас, он представляет этот коллектив, который на самом деле нам нужен для того, чтобы в том числе сопроводить участников конкурса. То есть к нам приходят люди, мы им даем определенный, пока мы даем им порционно в этом году, но к следующему году запуска конкурса это все будет уже собрано. И они могут, по сути, этот курс воспринимать как такой костыль, помощник при создании своего собственного опенсорс проекта в рамках конкурса. Ну, тоже еще раз не буду углубляться. Поподробнее можно тут с Артемом обсудить и какие-то дать советы. Значит, логика нашей работы следующая. Сейчас мы работаем над созданием программ. Они все оформляются как программы дополнительного образования на 72 часа. То есть это такой, по сути, семестровый курс, полугодичный курс. Мы предполагаем опубликовать методические пособия, которые мы получим под какой-то свободной открытой лицензии. Это все произойдет в течение зимы. И вот в марте мы собираемся этот процесс закончить по тем четырем программам, которые я выделил. Затем у нас будет предполагается апробация. Мы хотим выбрать разные площадки по типу организации, по их принадлежности и по расположению, чтобы у нас были столичные организации и региональные. И попробуем провести какие-то занятия в рамках, наверное, усеченной версии этих курсов. Но, тем не менее, в этом ближайшем весеннем семестре попробуем что-то из этого запилотировать. По итогам этой апробации получить комментарии и провести необходимую доработку программ. И получить уже такой пакет, который в августе можно начать тиражировать, обучать педагогов и разворачивать уже в образовательных организациях. Но я еще раз напомню, что мы во всей этой программе решили начать доп. образование, потому что школьная информатика, вчера по нее немножко говорили, это такая штука более, скажем так, зарегулированная. И вообще такой курс кажется интересно сперва хорошо обкатать на кружках и дополнительного образования, может быть, неурочная какая-то история вокруг информатики, технологий, а затем уже приземлять более жестко в те куски программы по информатике, которые есть. Ну, я думаю, что на это следующий учебный год на такую апробацию уже массового доп. образования у нас пройдет. Здесь очень важно, что мы попробуем интегрировать эти курсы в мероприятия кружкового движения национальной технологической олимпиады. То есть это те мероприятия, которые и так распространены в достаточно большой степени известны школам. И мы можем просто эти курсы предлагать как материал для подготовки. Ну, например, у нас есть направление олимпиады, связанное, которое требует от участников самостоятельно разворачивать докером, пользоваться, разворачивать какую-то среду для разработки. Понятно, что мы курс, связанный с толчейном, можем рекомендовать их как материал подготовки. Ну и, наконец, мы хотим со следующего года, со следующего цикла конкурса open-source проектов наш сделать более синхронизированным со школьным календарем, ну или с календарем, которым можно запускать эти курсы. Таким образом, идеальный план состоит в том, что ребята, которые осваивают эти курсы, они выходят на участие в конкурсе проектов, уже как бы оснащенные определенным пакетом навыков и даже, может, какого-то опыта практического, и могут на конкурс подавать уже определенные интересные работы. Я сейчас про это еще два слова скажу. Значит, собственно, что было бы интересно обсудить и что было бы интересно со стороны сообщества здесь. Ну, во-первых, вот матрица большая, понятно, что она не покрывает все. Будем рады, если возникнут идеи, какие еще программы можно было бы здесь включить и, может быть, даже вам поучаствовать в их разработке, если есть желание, или в доработке, поскольку мы предполагаем публикацию этих программ и возможность сообщества их дорабатывать затем уже в логике свободной лицензии. Ну и, конечно, очень важный момент, про который тоже упомянул, это адаптация программ, потому что понятно, что если мы сделаем программу на 72 часа дополнительного образования, а кто-то захочет ее перенести, например, в бакалавриат какого-то инженерного вуза, то ему, наверное, придется определенную адаптацию провести, и мы можем фактически собирать такие уже, ну, как это сказать, бранчи, наверное, этой программы, которые под разные типы аудитории, под разные потребности могут разрабатываться. Раз. Второе. Если кому-то интересно поучаствовать в нашей апробации весной этих программ, то будем рады. Вот, соответственно, пишите мне, координаты все указал. Вот, нам, конечно, очень хочется именно вот сейчас это сделать с теми, кто понимает вообще, что такое свободное правообеспечение, и поэтому сможет указать в том числе на ряд дыр и пробелов в той работе, которую мы делаем. Ну и, наконец, третья тема, она немножко перекликается с предыдущим докладом, как мне кажется. Нам вообще, конечно, вот работая в системе образования, очень не хватает конкретных направлений, куда копать. Ну, то есть вот условно у нас есть, представим себе, что у школьника в руке есть мобильный телефон, который он сейчас никак в школе не использует. Но вообще-то там может стоять определенный набор образовательных программ, в том числе свободных программ, которые превращают телефон в какой-то важный инструмент. Если мы видим какой-нибудь Linux, который развернут на школьном компьютере, то там тоже может не хватать какого-то набора программ. И создание таких специальных программ, которые необходимы именно в работе в школе или где-то еще, это все темы потенциальной разработки на самом деле. И мы могли бы воспринимать сообщество школьников и студентов, которые заинтересовались этой темой, прошли, поучаствовали в эти курсы, как некоторую такую, ну, в кавычках, армию людей, которые могли бы брать за такие задачи, пробовать их делать, опубликовать. Потом со временем, наверное, имеет смысл создать какой-то репозиторий с такими проектами. В общем, кажется, что это и вопрос достаточно перспективный, но здесь именно очень нужны запросы. То есть какого типа приложения, какого типа, может быть, сборки приложений или перенос существующих проприетарных приложений, значит, создание аналогов и так далее, и так далее. Вот мы бы были бы рады такой набор кейсов и тем собрать и на него ориентировать как раз вот то, что у меня было на слайде, вот этот вот итоговый пункт, связанный с проектами, когда, например, как это бывает, например, в Панториумах, когда третий год обучения предполагает, что ребята в течение уже учебного года делают проекты, они не учатся, они просто реализуют конкретный проект, это для них такой учебный процесс. Вот, наверное, если кратко, то все. Буду рад, если будут вопросы, ну или, может быть, еще коллеги из Аврора что-то дополнят, если есть что дополнить. Можно уже вопрос? Тут, на самом деле, все очень сложно по прыжковым движениям. Вы сказали, так все это достаточно легко, как это все включится, как это все карты, но вообще такие вещи, как кружки, как разработки, чтобы заинтересовать школьников, студентов или кого-то. Вот я просто предполагаю, возьму я сейчас своих школьников, как я им это буду описывать. Обычно такие вещи пишут для чего-то массового, а Аврора, она ни у кого, просто нет, для чего она им нужна, стол опять делать, это какая-то ерунда. Если бы Аврора продавалась там в магазине, можно было пойти, вот я бы пошел, купил, сказал, вот, на тебе, дети, я бы потратил деньги на этот телефон, круто, сам бы там поковырялся, а так его просто даже взять неоткуда. Я не смогу объяснить школьникам, что, а давайте делаем, может быть, когда-нибудь там у кого-нибудь понятно. Давайте я просто сразу скорректирую, потому что я, может быть, не совсем правильно рассказал, но мы делаем не то, чтобы эта штука только под Аврору. То есть, например, курс про Qt и C++, но вообще-то там три, да, не так, там вообще на самом деле рассматривается история с переносимыми приложениями, Авроры там нет. Там Аврора может появиться как одно из направлений SDK, Авроры в конце, где ты можешь им попользоваться, но в целом этот курс предполагает, что ты изучаешь основу C++ объекта ориентированного программирования, и у тебя Qt это как бы уже завершение курса. Это я понял, я отталкивался на название доклада. Можно я? Алексей, можно я прокомментирую? Да, сейчас, Кирилл, я закончу про смысл. И вот, например, в разработке мобильных приложений у нас сейчас три на самом деле Qt для трех платформ. Это, собственно, десктоп, это Android и Аврора. И в этом смысле, ну, на самом деле, у нас Toolchain вообще не имеет отношения. Ну, то есть там Аврора все строятся на open-source инструментах, поэтому это те же самые инструменты. Поэтому тут нету, вот мы специально делаем эти курсы так, понимая эту ситуацию, о которой вы говорите, что их можно применять без Авроры, если у вас ее нет. Но если она есть, тут уже я передаю слово Кириллу. Артем, Аврора будет в школах. Давай вместе подумаем, какие приложения будут полезны на устройствах с Авророй. Годится? Организационный вопрос еще. А можно следующий слайд? Вот, вот, стоп. Вот смотрите, очень хорошо, да, вот я двумя руками за, за то, чтобы вот такие появились внеурочные деятельности. У вас написано запуск занятий со школьниками март-май. Вы как видите, вот проекты они будут сделать в мае уже, да, получается? Это не проекты, это вот как раз вот эти программы, которые я перечислял, они на самом деле не про проекты, они про то, что они осваивают определенные технологии. Мне интересует, вот как вы видите, вы придете в администрацию школы, предложите, и как вот она скажет, да в мае вы что, в мае у нас ЕГЭ, ОГЭ, там не до этого. То есть начинать надо гораздо раньше. Нет, погодите, это же ближайший март. Это значит, что мы сейчас возьмем ровно те площадки, которые готовы в таком режиме стартовать. Их будет, может быть, 10 на всю страну, отлично. То есть мы сейчас не говорим о том, что вот эта апробация, вообще в любую школу открываем дверь и сразу все заработает. Ближайшая апробация в март-апрель, это по дружественным организациям, которые готовы в существующие айтишные кружки встроить эти элементы, чтобы мы их отработали ближайшей весной. Конечно же, то, о чем вы говорите, учения, с сентября начинают формировать новые группы. Там они раскатываются обычным порядком. А сейчас мы собираем те площадки, которые готовы встроить в существующую деятельность прямо сейчас, чтобы мы успели это апробировать хоть как. И последний момент, ремарка. Школа очень загружена, у них своя программа. Вот вы приходите в школу, вы говорите, у нас есть дополнительное. Я поэтому и говорю про дополнительное образование, чтобы убрать все эти вопросы. Мы сейчас предполагаем в ближайший год стартовать с тех организаций, площадок, которые имеют интерес к этому. Они имеют интерес, например, региональный детский технопарк Астрахани, Кванториумы, куча площадок, которые на самом деле именно на это ориентированы. Им не хватает этого контента. Они берут этот контент, его реализуют. Это для первого большого пилота следующего учебного года кажется, что это и есть те целевые организации, есть и школы, которые готовы таким образом меняться. У нас много таких школ, которые… Это будет не все школы России, очевидно. Поэтому здесь надо просто действовать, на мой взгляд, последовательно. Не сразу не рваться, что мы так и откроем дверь в любую школу, это заработает. А пойти сперва через кружки, попробовать, посмотреть, как это будет. И дальше мы придем в школу рано или поздно, конечно. Да, спасибо. Еще успеем вопрос, как считаете? У вас еще шесть минут, так что успеем. Хорошо. Так, коллеги, если нет, то я Кириллу уже слово передам на следующий доклад. Тогда можно еще, если нет вопросов во время действия? У меня много всегда вопросов. Тогда такой вопрос. Всем известная ситуация с Кьютом. Она не любит нас, банит нас. Будем ли мы как-то… Ну, у вас это особенно актуально, потому что та же Аврора, тоже кружковое движение, оно очень сильно на это завязано. Будет ли у нас какая-то структура, поддержка, развитие КУТ, может быть, самостоятельное направление? Я уж не говорю про форк, допустим, но как-то вот, чтобы оно… Если нам обрубит окончательно, чтобы мы могли продолжать это развивать уже самостоятельно. Есть какие-то такие планы на это, может быть? Алексей, я отвечу. Да, да, наверное. Артем. Несколько комментариев, да, то есть первое направление. Кьют в Авроре доступен. Его мы поставляем, собираем. Для Авроры все хорошо. Кьют в дистрибутивах Linux. Alt. Доступен, потому что собирается из репозитория дистрибутива. Кьют для других платформ. Чуть сложнее стало. У меня в докладе будет ссылочка, по которой все отлично работает. Кирилл, спасибо. Я еще вот читал open source. Тут вот вчера началось обсуждение, Антон Фарыгин тоже там участвовал. Насчет того, что откроет, может быть, мой офис свой код. Они сказали, что-то вот с кьютом проблема. Будем писать свой фреймворк, свое GUI и все остальное. И вот про эти проблемы я и хотел узнать. Может быть, ну как-то тоже локализовать это в России. Может быть, такие планы есть. Но если нет, тогда… Нет, это классная тема, которую надо обсуждать. С нами буквально на прошлой неделе связывались из одного проекта, который хотят как раз… Которые предоставили, во-первых, ссылочку, по которой все будет хорошо, да? Которые хотят драйвить кьют в России. Мой офис пока написан на кьюте. Под аврору они тоже пишут на кьюте. Не знаю. Мне кажется, так и останутся, если честно. Я бы дополнил со стороны работы над программами и нашей в целом работы по линии кружков и конкурса нашего. Что все-таки я думаю, что история с LGPL-ной версией кьюте, она как бы на самом деле будет в любом случае. И она из дистрибутивов. И поэтому давайте просто писать в опоре на LGPL-ную версию софт на кьюте. Причем его можно делать свободным для тех же школ. Все будет отлично. Я не вижу здесь… Ну, если вы хотите работать под винту, но вам придется помучиться. Но в принципе в дистрибутиве Linux есть, кьюте вы с ним работаете. Тоже готов ответить, дополнить. У кьют есть договоренности с KDE, что они по отношению к KDE не будут делать каких-то радикальных изменений. То есть будут держать обещания про СПО. Поэтому как бы интерес к тому, чтобы кьют продолжал работать так, как работает, есть не только у нас, как бы не на нашей стороне, но и за рубежом тоже. Поэтому как бы одно дело бинарники для Windows. Они нам в целом не очень интересны. Другое дело сам код свободный. Я думаю, на данный момент все не страшно. Но я этот вопрос не просто так задал. Мы же знаем цену обещания даже государственным. А тут всего лишь вообще на слова практически. Я к тому, что это не только нас заботит, а в целом мировое сообщество тоже. Поэтому это не только наша проблема. Спасибо большое. Все, наверное. Спасибо, коллеги. Спасибо за доклад.